Юный наш адвентист будущий, Макар, пробует дары, дары, дары Божьи. Дары, это кабачок, а это дары Божьи, которые Господь одарил. Посмотрите, какой это огромный арбуз, огромный, весом на килограмм 15 или 20, 15 точно. Пожалуйста, какие прекрасные изделия, пластикующие шалаши. Виноград сегодня он большой, но какой он маленький уже, по сравнению с тем виноградом, который несли двое мужчин, и палка прогнулась. Представьте себе, какие будут вечности плоды, а арбуз какого размера будет. Я не представляю, если он сейчас, как три футбольных мяча, то что будет дальше? Что будет вечности, это неимоверные размеры. А на сегодняшний раз виноград достаточно большой, но однако же достаточно маленький, по сравнению с плодами вечности. Какие груши будут, наверное, величиной, как пол арбуза. Это просто невероятно. Вот часть Божьих даров на нашей грешной планете Земля. Красные святые и, конечно же, закон Божий на голубом фоне, что символизирует Божью святость, как голубое небо. Десять Божьих заповедей кратких, понятных и могущественных однажды откроются всем жителям Земли в седьмой язве. Только это будет уже поздно, поэтому в защите Господа уже сейчас, через познание Евангелия и особенно вести, для последнего времени трехангельской вести из Откровения 14 главы с 6 по 12 стих. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники Вод. Это начало трехангельской вести Откровения 14 глава с 6 по 12 стих. Особенно третья весть важна. Она повествует нам о том, чтобы мы не попались на ловушку зверя, образа и особенно начертания его. Поэтому изучайте эту весть. Читайте Великую Борьбу, книгу, которая раскрывает самым лучшим образом трехангельская весть. Книга Эллен Уайт. Великая Борьба. Аудио-вариант есть в Ютубе. Слушайте, наслаждайтесь и готовьтесь к грядущим событиям, которые скоро сбудутся. Аминь. Слава Иисуса Вне Стур. Аминь. Ну как? Макар, как? Получается? Продолжение следует...